В стадион в ожидании атлетов спортсмены знакомятся с трассой. Из динамиков бодрящая музыка и слова приветствия. Все готово к старту 17-го областного шербакульского полумарафона. Конечно, популяризация бега, здорового образа жизни на сегодняшний день – это одна из самых главных задач не нашего министерства, а всего государства. Поэтому, я думаю, мы полностью идем в теме. И дай Бог нам всем удачи, успехов и здоровья прежде всего. И первыми в стартовый створ приглашают самых юных участников забега. Их дистанция 400 метров. Они задают настроение полумарафона. В этой массе спортсменов убежали как те, кто решился преодолеть полумарафон, так и спортсмены, соперничающие еще и на соревновательной дистанции в три километра. Буквально семь с небольшим минут и финишную ленту рвет сначала Александр Работницкий. Он сильнейший среди мужчин. Я участвую на самом деле третий раз за всю свою карьеру. Два раза я участвовал, был вторым. И вот в третий раз пришла моя победа. Так что по дистанции я не планировал ничего, планировал на выигрыш. Чисто бежать с лидерами и какой-то предел метров убежать от лидеров. Вот так. На сегодняшний день такой был расклад. У женщин быстрее остальных оказалась Валентина Барменкова. Я вообще бегаю на дорожке, 3000 с препятствиями. Готовимся на чемпионат в России ежегодно. Следующий старт у вас какой планирует? Цветочный марафон. Планируем 1 августа пробежать. Так что вызываем всех девчонок, девушек, женщин маленьких возрастов, взрослых возрастов. Приезжайте, выступайте. Будет, я думаю, очень весело. Свою порцию поздравлений получили победители на 3000 метров, а вот у марафонцев все еще впереди. Впереди 1000 метров дистанции, впереди и чемпионские фанфары. Убежав в общей массе из десятков участников, в отрыв уходят лидеры. У мужчин это Михаил Кульков, Александр Бутромеев, Сергей Приворотник, Денис Рычков. Они бежали группой. У женщин же Марина Ковалева и Нина Поднебесного с первых метров заявили о своих чемпионских амбициях. И если у парней судьба первого места решилась за несколько километров до финиша, Михаил Кульков оторвался от преследователей. Девушки же держали в напряжении болельщиков до последней секунды. Первой финишную черту пересекла Марина Ковалева. Два международника. Марина, 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 Марина. Давай, Марина. Давай, Марина, давай. Честно скажи, договорились, кто будет финишировать первым или нет? Нет, конечно. Просто так получилось, что я уже не смогла на финиш быстрее перебрать ногами. Щербакульский полумарафон занимает достойное место в беговом календаре Омской области. Свою историю он ведет с 1999 года и по-прежнему многие спортсмены считают его важным этапом подготовки к главному беговому событию – сибирскому международному марафону. В этом году он стартует 20 сентября. Организаторы приглашают всех принять участие в 26-м СИМе. Продолжение следует...